Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня я хочу рассказать вам об одном еще не очень распространенном плодовом кустарнике. Называется он гуми или лох многоцветковый. Это растение пришло к нам из Китая и Дальнего Востока. Оно напоминает форму ягод кизил. Они красные, немножко шероховатые сверху и примерно такие же продолговатые по форме. Растение это необычное. Оно прижилось у нас в том числе и в Беларуси не так давно. Ягоды созревают примерно в середине июля. На вкус они немного терпкие, но довольно-таки сладкие и чуть-чуть кислые, поэтому подойдут для людей даже с такими чувствительными желудками. Как растение лох достаточно декоративно. У него листья напоминают лавровый лист по форме. С обратной стороны они обладают таким серебристым цветом. Лох растет этот многоцветковый легумий как кустарник довольно высокий, достигает высоту двух и даже более метров. Зимой молодые растения могут немного подмерзать, поэтому их лучше всего укрывать. Ну а вообще подмерзание веток, которые находятся выше уровня снега, может быть довольно обычным явлением. Для того, чтобы этого не происходило, необходимо тщательно выбрать место для посадки гумий. Оно должно быть где-то в глубине сада, внутри, для того чтобы защищать его от ветров холодных и сушающих. В таком случае у вас растение вырастет вот как у меня. Вот оно больше двух метров уже выросло и плодоносит очень регулярно и очень обильно. У гумий есть интересное свойство. На корнях, как и у бобовых растений, хотя это и не бобовое растение, а растение семейства лоховых, он формирует азотфиксирующие такие клубинки. Поэтому в зоне, где растет гумий, почва богата азотом и поэтому многие растения по соседству чувствуют себя рядом с гумий очень и очень хорошо. Кроме того, что у гумий богатый урожай ягод, а их можно есть сырыми, они прекрасно замораживаются, из них можно готовить компоты. Очень необычное, вкуснейшее варенье. Внутри всего лишь мягкая косточка, которую легко немножко разжевать и проглотить. В ней довольно-таки много биологически активных веществ, очень ценных. У гумий, кроме того, что плоды очень хорошие, чрезвычайно ценны листья. Вот сейчас, как раз во время плодоношения, наступает также период заготовки листиков. Вот эти листики сушатся, их можно сушить либо с ферментацией, но можно и без ферментации. Они прекрасно высыхают и зимой, летом, в любое время класть в чай. Можно заваривать чай в чистом виде из них, он похож несколько на зеленый чай, поскольку тоже слегка терпковатый. А можно прибавлять в различные сборы, составы или просто к зеленому или черному чаю. Это очень полезно. В них очень много антиоксидантов, очень много витамина С, очень много сосудоукрепляющих веществ. Поэтому систематическое употребление такого чая является очень и очень желательным. Ну, особенно для лиц уже такого взрослого, зрелого возраста. Я рекомендую вам обязательно завести это растение. Вы будете очень довольны и урожаем ягод, и вкусом ягод, и той пользой, которую это растение и с ягодами, и цветами, и азотфиксацией принесет вам и вашему саду. Вредительными болезнями это растение практически не повреждается в европейской зоне, потому что у него здесь просто нету естественных врагов и таких болезней, которые могли бы на него попасть. Поэтому растение не требует каких-то обработок химических, ни против болезней, ни против вредителей, что, в общем-то, весьма облегчает и уход за ним, и, в общем, позволяет собрать ягоды, которые абсолютно лишены каких-либо примесей, даже микроостатков химических веществ, которые используются для защиты растений. Уверен, что оно вам понравится, поэтому всем рекомендую. На этом всего хорошего, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok